Тот же самый, как и в Афе, фактически, был у тебя, только сюда. Я вкручиваюсь с ударом. Мы делали традиционно, а потом уже смотрели, вот сюда, 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 помните, или прихватывали, делали бросок. Удар может быть не только по гибу локтевому, не только по бисерсу, не только по дельтоиду, не только по этой ключице, но и по той ключице, если мы тормозим ту руку, тогда это надо по-другому. Но сейчас это рисует, как и первый вариант, вот здесь, честно. Оттуда бьете, опять же, движение тела не бывает, везде крутится таз. Я здесь крутанусь, здесь кручусь. Сюта-сюда, Сюта-сюда, Тейша. Вот эта рука уже приходит. То здесь шланг, здесь это идет, как по рейсене. Хоть он отдергивает, хоть не отдергивает. Эта рука уже приходит сюда, для контроля той руки и так далее. Но это все быстро, одно движение, по-другому. То есть раз, блок, Сюта-бисерс, голова, Тейша. Ура-дзуки. Сюта. Сота. Двумя руками, две балки, если бы было. Все, что вы будете делать руками, все то же самое будете уметь делать с оружием. Оружие в продолжении руки. И подход к оружию только такой должен быть. Ударил, ударил, ударил. В жизни я как пошел, вот его сталкивать. Домахту больше не надо. Как вам удобнее, так и бейте. Открытая рука, она более подвижна, чем закрытая. Закрытая молоток, она хорошая, тяжелая, но все равно начинает загрипощать автоматически. Поэтому лучше учиться с открытыми руками. Тыцуй, Сюта. Хотя рука открытая, зачем мне ее складывать? Но с другой стороны, как вам удобнее. Уже здесь собрать и закрытым бить. И он так закрытый идет. Или наоборот. Открытая. Открытая, Тейша. Сюта, Сюта. Система. Расслужка. 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 Продолжение следует...